доброго здоровьица до дома я был да никуда не ходил сидел дома а вы гуляли и я что же и пошли прохлада хорошо 802 бодрячий ветерок и мы идем на прогулки и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро здоровиться! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Казачий ход, вперед, вперед. Казачий ход, вперед, вперед. Казачий ход, 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 вперед. и что вот этот вот водный настой чай из хинного дерева он что-то проникает в эритроциты в которых находится значит эти малярийные паразиты в своем развитии показывается да он воздействует на них поэтому мы думаем что если залезли в эритроцит то на них управу не найдут то есть не горечи будут не воздействовать не не соды это там не будет воздействовать кстати сода больше больше по-другому я считаю дает пользу нежели от паразита от паразитом все-таки надо что-то противопаразитарное использовать а вот сюда она там скорее всего буферные резервы крови увеличивает ну еще там что-то делает а вот смотрите что получается вот когда ангину лечили антибиотиками все мы знаем что бывает не обязательно в сто процентах случаев но частенько бывает осложнение после ангины как говорят это на сердце это на суставы о чем это говорит это говорит о том что вот эти микробы паразитические они стараются спрятаться в такие места где обмен веществ понижен то есть туда не доходит вот эти все лекарства и там они тогда начинают размножаться в суставах вызывая вот эти вот сети боли суставные суставные ревматизм сердце вызывая изменение в клапанах сердце то есть ревматизм там сердце и как-то мне называют вот поэтому естественно как-то желательно применять такие препараты которые уже себя зарекомендовали в природе против паразитов они такие которые вот а вот мы предпринимаем и грубо говоря вот ангина есть нам надо ангина вылечить антибиотиками вылечены вылечили а то что дальше возникает осложнение в суставах там или сердце почках а это уже нас не касается это мы уже будем лечить по-другому вот такие вещи поэтому не все так просто не все так однозначно как мы думаем вот насколько из всего я попробовал длительный голод так это примерно за три недели вот он капитально берет всю эту флору и фауну которая у нас обитает создаются такие условия самим организмом которые душат просто-напросто все это дело и они выходят кстати мне как раз прислали видос где на 18-19 сутки голода вышел клубок глистов они уже найти начинают полу перевариваться там разлагаться и такая какая-то вермишельная значит вермишельный клубок вывалился небольшой но за ним могут последовать еще я так думаю вот вот это вот другое дело когда сама природа трудиться а как это конечно начинают использовать особенно какие-то искусственные препараты которые не созвучны с энергетикой нашего организма всего особенностями то возникают разного рода осложнения вот чтобы я хотел вам сказать а так можно знаете вот что все это вредно вот эту соду пить вредно она там действует она там вот переводит этот грибок из такой формы в такую форму он сам там с течение времени переходит из одного состояния в другой опять таки не все так просто а что вы предложили вот что вы предложили что все это дело как правило предлагаются такие вещи которые знаете как вот штукатуркой дырку там замазали а трещина как было так она и осталась так вот точно и здесь вроде бы вроде бы от грибка избавились он ушел внутрь видоизменился при спокойненько живет а считается что человек вылечился насколько он там вылечился на ближайший месяц после лечения или там три месяца а что дальше а вот дальше это нас не касается вот такая интересная тема затронута так что присылайте ссылочки на какие-то там такие интересные беседы темы и попробуем со всем этим делом разобраться левая рука получше работает уже не так она быстро стала уставать дает дает немножечко порассуждаем о культуре умственного поведения что у нас там творится на чердаке то есть в нашем сознании вот в первую очередь смотрите какая-то извращенность и болезнь болезненность сознания это когда человек лазит по разного рода там но в том же интернете и выискивают информацию которая якобы кого-то там поручит то есть он уже у него уже сознание поручно зачем это ему надо вот зачем вот совсем недавно один нашел вернее зашел в википедию о которой я уже отозвался насколько она объективно а человек и может дать информацию привел из нее там выдержки и сделал свое заключение вот малахольный как бы сказать знаете у человек пришел в чужую можно сказать семью водка которым уже является сложившийся канал и говорит то узнаете он тут по слухам по слухам причем это что он именно это все видел знает да вот такой тут малахольный какой-то что вы тут рядом с ним делаете что вы тут и вот он слушаете что вы тут что вы тут а другие люди которые вот сидят и знают этого человека сидят за столом общаются с ним уже долгое время знают его и так вот на все это дело посмотрит что что туда сюда пришел какую-то это несешь ересь мы этого человека знаем не один уже год знаем на ю тубе а ты тут такой вот несешь то есть хотя бы хотя бы ознакомился почитал бы другие мнения нет то есть вот это вот качество оно многим людям свойственно не без того в той иной степени практически у каждого есть какой-то знаете новость такой который услышал который так сказать кажется так вот это да про этого человека вот это уже есть извращенность сознание это уже есть знаете уже какая-то нездоровая черта сознание человека вот поэтому меньше кому-либо доверять потому что создается образ и и можно создать образ для любого человека и его как очернить так его и возвысить то есть превознести качеств которых у него нету и наоборот присвоит более какие-то там такие качества которых тоже тут человека нет но ему навязывают вот вот это вот развращенное сознание она не дает полноценно взаимодействовать с окружающим вот что чем я занимаюсь я сейчас постоянно научился контролировать что у меня там замыслительный процесс в голове откуда он взялся чем он там навеян то есть всегда есть какие-то истоки и его контролирую если тут влазят резко какие-то значит черные отрицательные мысли я сразу стоп откуда они взялись то есть можно быть знаете действительно иметь вот такой вот извращенное сознание которое только только так сказать и продуцирует мыслишки которые нам абсолютно не нужны нам нужно совершенно иные мысли с помощью которых мы взаимодействуем с окружающим пространством для своего блага и тут очень важно взаимодействовать не во вред целом а вот и для своего блага и для всеобщего блага вот тогда какие-то интересные результаты получаются и в мыслях не должно быть хаоса какой-то то одно то другое то пятое то десятое вот взялись за что-то это это взятое надо довести до конца до своего логического завершения а потом браться за другой а когда из одного в другое бросается а вот допустим я а сейчас я тут книги буду делать программе и под а тут оказывается надо не так то просто все надо эту программу изучить чтобы вышло то что должно получиться а не то что получается вот это время а тут у меня была другая программа работала то есть я там сканировал книги набирался там материала для того чтобы у меня была своя электронная библиотека это уже время далее программа вот на диктовке своей же собственной книги она занимает вот у меня час в день вот надо час выделить не полежать мне еще там что-то там сделать я уже забыл когда я играл в эти электронные игры все отошло это как-то отпала это хорошо но тем не менее смотрю разного рода другую информацию слишком много на планшете плюс должны быть регулярными занятия с тяжестями противном случае ничего не будет у вас далее гравитационная гимнастикой но с ней полегче там одно занятие в 10 дней это нормально ну тоже надо быть устремленным не просто так а то будете одни те же весам усолить это тоже интересная вещь чтобы раздвинуть свои границы ну и дальше хозяйственные вещи я уж о машинах молчу они тоже своего внимания требует так сказать внепланово поэтому выбирайте какое-то одно направление надо подумать сначала прежде чем его выбрать чтобы особо не разочароваться вот а потом уже действовать довели до логического завершения и дальше как это другая тема